Последние штрихи к новой жизни. Расписаны в ручной стены нового дома. В душе Ласун Минжи всегда был художником. Вот только развернуться его таланту раньше было негде. Городским пастух Ласун стал в 26 лет, а каких-то полгода назад он жил так, как сотни лет его предки. Раньше, высоко в горах, у меня был дом, сделанный из земли и дерева. Во время дождя я все время боялся, что дом развалится. Я работал пастухом, но денег на этом не заработаешь. Единственные сапоги я носил годами, да и одежду приходилось сочинить почти каждый день. Поселок Кожо на окраине города Чамдо вырос буквально за год. Здесь уже справили новоселье 29 семей, а это больше 100 человек. Они приехали из трех деревень, расположенных в труднодоступных районах Восточного Тибета. Местные жители получили новые дома по программе борьбы с бедностью. Власти берут на себя основные затраты на переезд и обустройство. Дом Ласун и Ринджи стоит 80 тысяч юаней. Большую часть, 60 тысяч, покрыло правительство. Оставшиеся 20 тысяч Ласун выплатил сам и очень быстро. Ведь это всего лишь его зарплата за 4 месяца на новом рабочем месте. Когда я приезжал в Чамдо, я увидел большие красивые здания, но я и мечтать не мог, что буду здесь когда-то жить. Теперь у меня есть большой дом, и мне не надо думать, как заработать на одежду и где найти еду. Борьба с бедностью в Китае объявлена одной из главных задач еще предыдущей, 12-й пятилетки. Принятая программа предусматривала не только государственные льготы и социальную поддержку тем, чей доход был ниже прожиточного минимума. Власти продолжили модернизацию сельского хозяйства и строительство новых промышленных предприятий. Тогда на эти цели в Тибете было выделено более 9 миллиардов юаней. На помощь автономному району пришли и самые развитые провинции Восточного Китая. В результате по темпам роста валового регионального продукта 11,5%, Тибет в прошлом году вышел на первое место в стране. За годы 12-й пятилетки черту бедности преодолели 580 тысяч тибетцев. Еще 130 тысяч человек вырвались из нищеты в 2016 году. В 2016 году государство выделило нам льготный кредит. Мы получили его под самый низкий процент, выплатить который нам вполне под силу. Благодаря этому кредиту мы купили трактор, и мой сын Шандун смог, как и все наши соседи, возить камни и песок на ближайшие стройки. Эта семья считалась самой бедной в небольшой деревне Дзюйгу, затерявшейся в горах уезда Линджи. Впрочем, каких-то 10 лет назад и соседи досыта наедались только по большим праздникам, пока одному из односельчан не пришла в голову мысль. Богатство находится у них буквально под ногами. Камень и песок резко выросли в цене, когда в соседних уездах началось активное строительство. Ежегодный доход этой семьи теперь 150 тысяч юаней, а это больше 20 тысяч долларов. Сын начал возить стройматериалы в большие города, и пять лет назад мы построили новый дом. Государство нам выделило на его постройку 20 тысяч юаней. Теперь у нас дома есть все, о чем мы могли только мечтать. Красивая мебель, холодильник, телевизор. У нас есть еще и домашнее животное, так что мы живем теперь не хуже, чем другие. Ван Мо теперь мечтает о том, чтобы в их просторном доме наконец зазвучал детский смех. Она рада, что ее сын рядом. А ведь 10 лет назад Шандун собирался уехать на заработки в более богатые районы Тибета. В поисках лучшей доли можно уехать за сотни тысячи километров. Но большинство предпочитают жить по принципу, где родился, там и пригодился. Как обеспечить достойный уровень жизни, чтобы не нарушить привычный уклад и не нанести ущерб природе? Это главная задача всех программ по борьбе с бедностью. Величественный Тибет с захватывающими горными пейзажами кажется суровым краем, выжить в котором непросто. Но оказывается, на востоке провинции по езде Йонг. Даже выращивают самый популярный в мире напиток, который любят тепло. Единственный на весь автономный район чайная плантация – самая высокогорная в мире – 2206 метров над уровнем моря. Часть здесь начали выращивать больше полвека назад. В 90-е предприятие оказалось на грани закрытия, но выручили бизнесмены из провинции Гуандун. Они вложили в реконструкцию производства 120 миллионов юаней. И это не просто благотворительность. Предприимчивые люди поняли – местный чай на вес золота – от 800 до 8 тысяч юаней за килограмм. Благоприятные природные условия позволяют выращивать на наших плантациях превосходные сорта. Здесь производится пять видов чая – зелёный, чёрный, прессованный в брикетах. Мы не используем химические удобрения, и покупатели могут быть уверены, что покупают у нас экологически чистый натуральный чай. Чайные плантации не только удалось сохранить. Их общая площадь увеличилась в четыре раза. Понадобились новые рабочие руки. Теперь здесь трудится около 300 человек. Большинство из них до этого долго и безуспешно искали работу. За четыре года их средний доход вырос почти в четыре раза. В этом году он должен составить более 12 тысяч юаней. Актуальная задача для нас – расширение производства. Сейчас мы производим всего 65 тонн чая ежегодно. Но с увеличением объёмов производства мы надеемся, что чай станет доступнее по цене. Мы стараемся, чтобы и наши работники стали жить лучше. К концу 2020 года мы планируем выйти на средний доход в 30 тысяч юаней. Тогда чистая прибыль плантации должна превысить 10 миллионов юаней. Сейчас чай можно купить только в Китае, но в будущем мы хотим, чтобы о тибетском чае узнали во всём мире. Расширение производства – это новые рабочие места. И таких предприятий в Тибете становится всё больше. А значит, покончить с бедностью в этом автономном районе к 2020 году, уверены местные власти, возможно. Сейчас за чертой бедности всё ещё находятся почти 600 тысяч жителей Тибета. Когда-то о лучшей жизни мечтал и Ласун Ланжи. Но теперь бывший пастух уже не живёт одним днём. Он строит большие планы на будущее. Вместе с новым домом рядом с крупным и современным городом у него появилась любимая работа – парк аттракционов. Скоро на этих каруселях смогут прокатиться и его дети. Ведь именно здесь, в новой жизни, он встретил свою любовь. Раньше я никогда не вздумывался о будущем. Прошёл день – хорошо, завтра снова буду в пасте Яков и Шаров. Но здесь у меня началась настоящая жизнь. Хочу освоить ещё одну профессию и создать семью, с которой буду жить в новом доме. Но я уже сейчас могу сказать, что я счастливый человек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok